узор ажурная сеточка вот такая схема этого узора узор совершенно простой несложный поможет вам научиться разбираться в схемах если вы только начинаете вязать как видите раппорт узора 11 петель я вам покажу на двух рапортах для этого я набрала 22 петли дополнительную петлю для симметрии узора в данном случае набирать не нужно делаем 5 воздушных петель замечая вот последнюю петлю нашей начальной цепочки и в эту последнюю петлю начальной цепочки вяжем столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида в следующую петлю цепочки 3 воздушных петли на начальной цепочки пропускаем 1 2 3 петли и в четвертую вяжем столбик с одним накидом 2 воздушных петли столбик с одним накидом в ту же петлю куда мы уже связали столбик 3 воздушных петли на начальной цепочки пропускаем 1 2 3 петли вяжем сюда столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида следующую петель чеку начальной цепочки 5 воздушных петель 45 еще один столбик без накида в следующую петлю здесь ничего не пропускаем 3 воздушных петли и еще один столбик без накида в результате у нас получился такой вот типа цветочек 3 воздушных петли пропускаем 1 2 3 петли в четвертую вяжем столбик с одним накидом 2 воздушных петли столбик с одним накидом в тоже петлю куда мы уже вязали столбик с одним накидом 3 воздушных петли и если бы у нас было большое полотно мы бы связали вот опять такой же 3 лесничек но поскольку это у меня конец ряда то пропустив 3 воздушных петли я вижу в предпоследний столбик без накида 3 воздушных петли и теперь в последнюю петельку еще один столбик без накида 2 воздушных петли и столбик с одним накидом в эту последнюю петлю это только по краю вот такая вот конструкция будет того такой у нас первый ряд может быть он не очень понятной переходим ко второму ряду делаем 4 воздушных петли поворачиваемся и на столбике с одним накидом вяжем столбик с одним накидом 3 воздушных петли а вот теперь на вот этой вот конструкции вот тут у нас галочка такая из двух столбиков с одним накидом через две воздушных петли вот под эти две воздушные петли мы вяжем такой же вот 3 лесничек столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида 5 воздушных петель 4 5 еще сюда же столбик без накида 3 воздушных петли и сюда же еще один столбик без накида того у нас вот этой арочки из 2 воздушных петель получалось 4 столбика без накида и вот такой вот 3 лесничек делаем 3 воздушных петли а теперь мы вяжем вот такую же конструкцию двух столбиков с одним накидом через две воздушных петли вот на самом длинном лепесточки на среднем сюда вяжем столбик с одним накидом 2 воздушные петли и еще один столбик с одним накидом 3 воздушных петли и теперь вот здесь вот вяжем такой же 3 лесничек столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида 5 воздушных петель 4 5 столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида делаем 3 воздушных петли и в конце ряда вот здесь не очень понятно где вы вот вот это вот у нас петли подъема поворота такая петелечка на ней мы вяжем 2 столбика с одним накидом через воздушную петлю вот у нас уже два ряда есть третий ряд вяжется очень похож на 1 только вот уже на том что у нас уже есть то есть делаем 5 воздушных петель 45 поворачиваемся на этой воздушной петли которые нас между двумя столбиками вяжем столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида 3 воздушных петли дальше на центральном вот этом лепесточки столбик с одним накидом 2 воздушных петли и столбик с одним накидом сюда же 3 воздушных петли и вот под эти две воздушных петли опять такой штрелестничек столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида 5 воздушных петель 4 5 столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида 3 воздушных петли на центральном лепесточки столбик с одним накидом 2 воздушных петли сюда же столбик с одним накидом 3 воздушных петли и в конце ряда вот у нас тут петли подъема и столбик без накида то есть под вот эти вот петли подъема столбик без накида 3 воздушных петли столбик без накида 2 воздушных петли и столбик с одним накидом это только в конце вот этих нечетных рядов и дальше мы повторяем 2 и 3 ряды до конца в общем-то до нужной вам высоты вязания давайте посмотрим как этот узорчик смотрится на большом образце вот так этот узорчик смотрится на большом образце сеточка очень нежная вот эту вот сеточку я вязала из хлопка довольно тонкого показывал вам на акриле средней толщины но чтобы было виднее понятней очень получается нежная такая ажурная сеточка прекрасно смотрится практически одинаковая с обеих сторон то есть можно вязать какие-то вещи у которых видны две стороны такая вот интересная ажурная сеточка подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много интересных идей у нас с вами много не разобранных схем и новых узоров разных вязальных хитростей так что удачи вам и легких петелек